о том, как можно использовать фан-страницы на Фейсбуке для проведения конкурсов. Для начала я рекомендовал бы вам зайти на тот ресурс, который позволяет начать проводить конкурсы. То есть вы в поисковой строке набираете слово «Бушака» в поисковой строке Фейсбука, видите такую вот ссылку, кликайте на эту ссылку «Бушака» и попадаете на сам сервис. Здесь вы выбираете достаточно, с моей точки зрения, бесплатную версию выбрать, кликнуть на «Start now free». Вам далее предлагают здесь кликнуть опять на «Start now free». Вы кликаете на «Start now free» и открывается возможность подсоединить к вашей фан-страничке данный ресурс. Выбирайте свою фан-страничку. Я хотел бы обратить внимание, чтобы у вас произошло подсоединение этого ресурса к вашей фан-страничке, вам нужно иметь уже хотя бы 30 фан-ов. Я кликну здесь на «Инсталлировать» на тот ресурс, где у меня еще нет 30 фан-ов. И тут мне пишут, что вы не можете это подсоединить, зарегистрировать, потому что для того, чтобы эта система начала работать, нужно, чтобы у вас было 30 фан-ов. Я не буду показывать дальше, как это все подсоединяется. Я надеюсь, что у вас уже есть 30 фан-ов на ваших ресурсах. У меня уже на некоторых ресурсах есть большее количество фан-ов. Но смысл остается тот же самый. То есть вам нужно будет дальше просто кликнуть согласие о том, что этот ресурс подцепит всю информацию, которая есть у вас на Фейсбуке. И буквально тут еще два клика, и у вас появится возможность проводить конкурсы на этой страничке. То есть загружается это все буквально шестью-семью кликами данная программа на вашу фан-страничку. Для чего это делается и как вообще проводить конкурсы? Сейчас мы рассмотрим пример. Для начала постараемся понять цель этого конкурса. Я ставлю целью конкурсов, которые проводить собираюсь, следующие. Увеличить количество фан-ов страницы, некоторое количество фан-ов познакомить, например, с косметикой Бримани в реале, и третья цель – создать из ванного лояльного сеть потребителей. Помимо косметики Бримани можно использовать буквально любые конкурсы, которые будут помогать вам строить бизнес. Я просто сейчас привожу пример на именно косметики Бримани. Как делается это в дальнейшем? Вы создаете правила. Я опять же привожу как пример конкурс Бримани. Правила. Прописываются условия конкурса Бримани. Будьте активным фаном страницы. Идет название вашей страницы. У каждого своя фан-страница на Фейсбуке. И получите по итогам месяцев подарок косметику класса люкс Бримани. Самый активный фан – это тот, кто больше всех. Первое. Оставить отметки «Мне нравится» на посты страницы. Именно в вашей странице. Второе. Оставить комментарии на постах страницы. В вашей странице. Укажите название своей страницы. Третье. Будет вести активное обсуждение на странице. Опять же название вашей страницы. Четвертое. Будет активно положительно комментировать посты страницы. Опять же указывайте вашу страницу. Пятое. Будет размещать посты страницы вашей страницы на своей личной странице. То есть прописываете эти условия. И дальше информируете. Активность фанов на странице будет обрабатывать и подводить итоги специальное приложение от Фейсбук. Топфанс. То есть то приложение, о котором мы вначале говорили. Которое вы можете загрузить буквально за несколько секунд. Единственное, что нужно, чтобы на вашей фан странице было хотя бы 30 фанов. Которое будет автоматически суммировать все ваши активные действия. То есть те действия, о которых я чуть выше рассказал. Пять действий. И по итогам декабря трое победителей получат следующие подарки. Здесь прописываете те подарки, которые вы готовы выложить для того, чтобы привлечь большее количество фанов. Я пишу в качестве примера карандаш для ресниц, губная помада, карандаш для бровей. В зависимости от занятого места. Можно прописать, что занявшие с первого по десятое место получают право попасть на мастер-класс по косметике брюки. И можно прописать призы, какие будут. Еще раз. Трое самых активных фанов получат следующие призы. Первое место. Один какой-то подарок. Второе место. Еще какой-то подарок. Третье место. Еще какой-то подарок. Еще раз прописать. Занявшие с первого по десятое место получают право попасть на мастер-класс. Указываете дата, когда будет, время и место. И приписку делаете. Призы будут вручаться на мастер-классы. Период проведения конкурса. Например, декабрь 2013 года. Далее прописываете общее положение и правила. Прописываете. Проект является открытым. Проводится соответствующими с настоящими правилами. Второе. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо быть фаном страницы. Обратите внимание, что это уже мотивация человека стать фаном страницы. Здесь, опять же, указываете свою страничку. Можете указать активную стрелку в фейсбуке. И проживать, если вы собираетесь проводить конкурс в реале. Проживать, например, Киевская область, либо Белоруссия, либо Харьковская область. Это, опять же, зависит от того, где вы собираетесь проводить этот конкурс. Если будет это виртуальный конкурс, опять же, продумайте, какие условия при этом нужно будет поменять. И дальше прописывайте, чтобы понять, что это действительно настоящий человек. Кто это такой? Если участник зарегистрирован в социальной сети Facebook просто под каким-то неизвестным ником, в этом случае участнику конкурса необходимо на своей странице, наряду со своим ником, написать свое настоящее имя и фамилию для дальнейшего определения личности участника конкурса. Можно прописать следующий условий. Если два и более участника конкурса набирают одинаковое количество баллов в рейтинге, более высокую позицию в рейтинге занимает тот участник, который набрал это количество баллов первым. И предупредить, на всякий случай, если кто-то начнет химичить, организатор конкурса оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления о объяснении причин заблокировать счастье конкурса пользователям, нарушающим настоящее правило и предпринимающим действия, нацеленные на фальсификацию рейтингов конкурса. Практически любую систему можно обойти. Facebook тоже система. Как накрутить голоса? Хотя, может быть, это достаточно сложно будет кому-то. Но люди разные бывают. На всякий случай предупредить. Далее, где вообще размещается информация о конкурсе? Можете оставить на своем сайте, на блоге, сделать рассылку для подписчиков, если используете систему Лидер 1000, сделать информацию, подготовить подписчиков и дать информацию через Лидер 1000, если через другие какие-то ресурсы, соответственно, сделать рассылку через другие ресурсы. Если используете другие социальные сети, то сделать в социальных сетях других ссылку на свою фан-страницу. Ну, здесь еще следующий момент. Лучше делать короткую ссылку на своей фан-странице. Как это сделать, мы сейчас рассмотрим. Ну, и так далее. Просто подумайте, где можно размещать информацию о своем конкурсе для того, чтобы больше привлечь людей. Как сделать короткое название фан-страницы? Я обратил внимание, что практически все наши партнеры используют почему-то длинные ссылки. То есть идет facebook.com, flash, там название страницы, там тест, и потом какие-то большие количества буквы, цифры. Это можно все легко исправить. Для этого нужно сделать следующее. Кликнуть на свою фан-страничку зайти, на главную страничку, и кликнуть на ту страничку, где у вас находятся ваши фан-странички. Ну, я пример провожу на страничке тест. То есть кликаю на страничку тест. Так, и вот что еще хотел сказать. Что важно. Для тех, кто будет работать с акцией бремони в вопросных листах, нужно дать информацию о своей фан-страничке на фейсбуке. И подготовить PDF-файл с активной ссылкой. Вот здесь, опять же, у вас, когда будет короткая активная ссылка, людям будет легче на это реагировать. И второе, подготовить на время проведения акции, где-то от 60 до 90 постов для фанов, загрузить и настроить время публикации в декабре. То есть где-то 2-3 поста, чтобы на вашей фан-страничке каждый день появлялось. То есть это очень крутой момент. И вот здесь, видите, вот то, что я говорю. Вот обычно тест, он очень неудобен. То есть в тест идут какие-то цифры. То есть это не очень удобно, ну, эту информацию давать. Поэтому есть вот та вещь, о которой я говорил. То есть вы находите свою страничку, фан-страничку на основной страничке, кликайте, открывается панель администратора. Именно той страницы, фан-страницы, где можно редактировать. Кликайте на «Редактировать страницу». Далее кликать нужно «Редактировать настройки». Далее выбираете вот эту вот строчку «Адрес страницы». Введите веб-адрес Facebook. То есть вам нужно кликнуть на «Редактировать». Открывается возможность «Редактировать». Кликайте здесь «Создать веб-адрес для этой страницы». И здесь у меня был тест, а вы здесь будете вводить уже новое название своей страницы. Ну, например, там «Brimony 7». И проверяете, работает доступно или недоступно. Ну, у меня получается, что «Brimony 0.7» свободно. Но обратите внимание, имя пользователя страницы, то, что у меня был тест, можно изменить только один раз после первоначальной остановки. То есть вот это очень важный момент. Если сейчас я кликну на «Подтвердить это», то, соответственно, вот это название, которое будет введено, я после этого поменять на никакое другое не смогу. То есть у меня останется «Brimony 0.7», и после этого я поменять название на другое не смогу. Меняется название своей странички, фан-странички, только один раз. Вот это очень важный момент. Я надеюсь, что все вам понятно. Я думаю, вы поняли, для чего это можно использовать и как это можно использовать.